Таши Делек, с вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас 1 декабря 2020 года. Мы находимся в Беларуси, город Минск. Поздравляю вас всех с началом зимы. У нас, кстати, даже снежок такой небольшой выпал, и уже минусовая температура, и он не тает. Сегодня выберемся на улице, я вам покажу. Накушечка, мой солнышко, мой компаньон. И я 1 декабря 2020 года официально заявляю, что приступила к расхламлению, обновлению. Все, теперь я навожу порядок в квартире, навожу порядок в жизни. Процесс этот длительный будет. Но, как я уже папе сказала, говорю, глаза боятся, руки делают потихоньку. Все получится. Вот уже диван переставили. И все сейчас выглядит очень стремно. Шок-контент. Кто слишком нервный и слишком впечатлительный, просьба не смотреть. Короче, вот сейчас я вам покажу просто. Вот так вот сейчас все выглядит. Опять расплалось. О, собралось. Ой, ну вот, в общем так. Сейчас-то я пакеты отложила отдельно. Там еще пакет с пакетами. Там я вещи собрала, которые можно отдать, не выкидывать. Вчера выкинула огромный такой пакет. Огромный-огромный. Ну вот, со всяким хламом уже, который точно не нужен. Всякая там лабуда, в общем. Но выглядит, да, все печально. А я вам по секрету скажу. Там еще вторая комната есть. Там еще есть коридор с двумя шкафами. А есть еще кухня с всякими шкафами. Просто, да. Вот этот еще шкаф разбирать. Вот это все разбирать тут. Да, фронт работ, ну, просто нереальный. Ну, папа сказал, он что-то сможет, поможет. Так что, да, буду потихоньку я все это разгребать. Радует, что балкон я разгребала. Очень меня радует. Вот, своевременно, скажем так. Но не радует меня, что после вот этих вот, не знаю, сгибаний-разгибаний, я что-то вот стою почему-то в наклоне постоянно. Что-то вот копошусь. Полыш там еще тоже прыгала. Тут мой... У меня от всех этих дел очень сильно болит теперь поясница. Очень сильно. Просто я хожу, как старый дед. И я не знаю, что с этим делать. Просто. Как-то обезболивающее тоже пить не особо хочется. Но я тоже, я не понимаю, то ли это мышцы, то ли это позвоночник болит. Как помните, у меня вот здесь болело в районе лопаток. Травма была. Ну, как травма, да. Ну, что-то вот я как-то не так и сделала какое-то движение. И очень долго болело. И вот мне, кстати, Дашенька моя написала, девочка из Питера, что, скорее всего, это все-таки мышцы и заживет. И знаете, что зажило. Но это заняло вот несколько месяцев реально. И, кстати, да, я вчера слушала лекцию по асанам. И там вот наш преподаватель, он как раз-таки тоже говорил, что может быть вот такая вот травма, да, как, ну, растяжение, допустим, или, ну, вот. И что, да, может быть несколько месяцев процесс регенерации. Вот. Ёшкин корот. И вообще. И не хочу выпадать на несколько месяцев из вот своего наведения порядка. Ну, как получится, конечно. Я поняла, что лучше прыгать аккуратнее. Вот с этим, с тряпкой и совсем, с пакетами, с этими. Ну, вот вы знаете, вот ощущения, да, все-таки, мы же все с вами знаем, да, вот, что наведение порядка, оно способствует, ну, вот в квартире оно способствует наведению порядка в голове. И я когда вот этот огромный мешок выкинула, ну, мне реально как легче стало, серьезно. Вот, вот, это вроде был только один мешок, а сколько еще этих мешков тут будет, неизвестно. Но. Но процесс запущен, и меня это очень, очень меня это радует. Еще вот мне Вселенная послала интересный такой курс, не курс, марафон, не марафон. Ну, там, знаете, как сейчас идет бесплатное несколько, допустим, марафонов, а потом вот курс продают, да. И я сейчас просто вот, ну, как, на этой, на бесплатной части. Я это все очень сейчас не люблю, вот это все бесплатное. Выключилась у меня что-то камера. Ну, ладно, это я просто уже долго жужжу, поэтому она мне намекнула, что давай короте, ближе к ноте. Вот, и слушала я вчера вебинар по расхламлению, как раз-таки по наведению порядка. Очень интересная мысль, что у каждой вещи должно быть свое место, потому что если у вещи места нет, то, значит, будет кочевать по всему дому, и просто будет даже не хотеться ее куда-то положить, потому что ты просто тупо не знаешь, куда ее положить. И ходишь, вот, и валяется то там, то сям. Ну, как бы, ну, надо развивать в себе вот это вот стремление к порядку. И это даже не только о том, чтобы какие-то привычки развивать, а это именно в целом расширять свое мышление, изменять его. Да, то есть, ну, там такой интересный подход, мне так понравилось, что не просто, да, разложить все на своих местах, там, помыть полы, какую-то генеральную уборку сделать, а именно вот поддержание вот этого вот всего. И в голове легче будет, ну, психика. Психика будет нормально работать. Но я сейчас смотрю на это все, блин, так стремно, вот. Ну, реально, еще раз покажу. Просто вот, ну, неужели вот так вот в моей голове сейчас? Блин, я так не хочу. Я хочу, чтобы у меня был порядок в голове. Вот, да, алтарь только меня радует. Вот там порядок. Там чудесно все. Блин, ну, я не я буду, если тут не будет порядка у меня. Я вам обещаю, я вам просто гарантирую, что тут будет, что тут будет все прекрасно. Для этого меня, может быть, здесь и заперли в Беларуси. У каждого же свое, да, по какой причине его где-то вот. Вот, оставили. Так что, да. Просто было не до этого, не до порядков, понятное дело. Но сейчас я уже готова ко всему. И да, и там еще в лекции говорилось, что, ну, надо как-то систему хранения тоже организовать, как-то что-то, вот, вертикальное хранение вещей. Ну, короче, много интересного. И я так прям воодушевилась. Думаю, да, так все. Еще не все потеряно. Еще все можно, скажем так, сделать красиво. Да, даже вот, ну, ремонт, конечно, все это, конечно, понятно. Все это хочется обновления. Но до ремонта надо сначала все вот это вот организовать. Да, да. Что-то продать. Она, кстати, тоже говорила, вот эта девушка. Да, какие-то вот. Вот шкаф я хочу продать. Там еще что-то. Потому что он занимает полприхожую. Вот тут вот сидит. И, ну, я понимаю, просто вот, ну, захламленная квартира там, да, это все можно сесть и размусолить, осудить. Ну, вот, ну, так вот жили люди, да. После войны нифига не было. Мама приехала вообще в Минск. Она мне рассказывала с каким-то просто куликом. И, конечно, это была, блин, очень сильная травма, когда ты живешь, у тебя нифига нет. И ты потихоньку начинаешь что-то вот в дом тащить, да, что-то собирать, собирать. А расставаться с этим сложно. Потому что дефицит. И в магазинах ничего нет, ничего не купить. Мама рассказывала, как у них там в Минск-проекте какие-то вот эти гарнитуры выдавали. Там чуть ли не конкурс какой-то там, путевки, никуда не съездить. Ну, короче, какой-то стресс сильнейший. И поэтому вот так вот, ну, все у дома, все у семью. Понятное дело, что время поменялось. Сейчас другое время, да. И что вам? Сейчас уже время изобилия. Если тебе что-то надо, пошел, купил. Ну, понятное дело, что все выкидывать не надо. Есть такие вещи, которые пригодятся обязательно. Только просто, что не цепляться за них. Все равно мы уйдем и ничего с собой не заберем. Ничего. Да? Поэтому, да, вот, надо развивать себе вот такие мысли. А пока мне надо вообще собраться, поехать, отправить амулет. Вот я, кстати, вот положила амулет, оберег. Я его положила еще зарядиться на своем прекрасном алтаре. Надо, кстати, подношение сделать, что-то я еще не еду. И да, и продолжать потихонечку. Главное, чтобы мозг не пугался, как вот тоже. Ну, очень интересно девушка рассказывает, что вот слона едим по частям. Потихоньку разгребаем. Потому что она говорит, вы за один день все не расхламите. Это сто процентов. И вот потихоньку. Поэтому, да. Себя сильно не напрягаю. Потому что еще, кроме расхламления, еще тут дел целая куча. Целый вагон, на самом деле. Поэтому, да. В добрый путь, как говорится. Пожелайте мне удачи. Я надеюсь, у меня все получится. Вот честно. Очень надеюсь. Да, все будет хорошо. Все хорошо вам 7 дней. Мне еще видео, кстати, даже, да, надо смонтировать, тоже выпустить. Ой, да. Планов много. Все. Так что пока прощаюсь. Но ненадолго. Га-га-га. Зашла вот тут в свое лунное приложение. На вам же. И тут такая интересная цитата. Вот я зачитаю. Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь. Попробуй его слезы. Почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори, что знаешь, как правильно жить. Давай, Лама. Да, вот так вот. Так оно и есть. Сижу я, значит, заполняю свой лунный блокнот. И написала Стелли Бонзабродской, с которой занимаюсь в студии, да, йогой. Она мой учитель йоги. Светлый такой чудесный человек. Я написала, что не смогу прийти за поясницы на занятие, потому что она вообще очень сильная боль. И она мне скинула занятие для позвоночника, представляете. Говорит, я тоже делаю, когда беру сильные нагрузки. Ну, она в смысле делает. Говорит, за один-два дня проходит. Но я попробую поделать, потому что я не понимаю просто, то ли это мышцы поясницы, то ли позвоночник. Ну, боль какая-то дикая, вот вообще. Так что я поделаю, надеюсь, приду в форму. А то что-то не то. Как-то вот реально, когда проблема со здоровьем, просто уже ни до чего нет дела. Ты просто вот всё. В этой боли только и плаваешь. Ну, ладно, ничего. Всё пройдёт, всё будет хорошо. Всё, пока заполню блокноты и поеду по делам. Так, я добралась до станции метро «Восток». Уже 4 часа дня. А я продолжаю быть старым дедом. Еле плетучей. Я выпила две таблетки анальгина. Приклеила перцовый пластырь. И всё равно я какая-то мягкая. Да поргалась, короче. Ой. Ну, ладно. Это всё ерунда. Главное, что дела делаются. Катаюсь тут по Минску. И вам трошки что-то показываю. Я опять не совсем соображаю, где я выйду. Ну, ладно, сейчас я, надеюсь, разберусь на местности. Вот, придерживай, пожалуйста. Опа. Спасибо большое. Пожалуйста, тетя с сумками. Ой. Так. Так, так, так. Ну что, куда выйдем? Кто в курсе? Я вообще хотела войти к библиотеке, показать вам. Но я не знаю. Ладно, пойдём туда. Чё там? Индийский флаг развивается? Обалдеть. Значит, нам точно туда. Индийский, японский. Чей ещё? А тут много флагов. Прикольно. Фух, запыхлась уже. Пара ступенек уже запыхла. Ой, суперогромный. Да, на Мол. А там, наверное... Ага, вот библиотек. Ну и отсюда. Трюшки, видать? Шарик. Так. А мне вообще надо... Вон туда, вон туда и пойдём. Там мне надо, значит, СДЭК. И надо мне магазин Вегетус. Как у нас тут красивые домики. А вот там наверху, там вообще предполагалось, что будут располагаться такие зелёные сады. Ну, что-то пошло не так. И сады вот не цветут. Ой, что это за проспект? Независимость, что ли? Я, как обычно, несколько неинформативна. Ой, ну что знаю, я вам рассказываю. Да. Ну, короче, да. Решила убить двух зайцев одним махом. Отправить посылку, чтобы смотреть экологичную зубную пасту. И бальзам для губ. Ну, а там уж как пойдёт. Я хочу ещё зайти в этот суперогромный молл. Так, чисто пробегусь, гляну. Фу, ненадолго зайду. Какая громадина. Прям громадина-громадина. Как-то на скрипке играют. Красиво так. Я думала, так музыка откуда-то несётся. Нет, играются, глянь. Так, масочку нацепляем. Так, так, так. Идём, идём. Ой, как красиво. Ой, как тут сказочно. Ой, прям медведи двигающиеся. Слушайте, ну таких медведей я ещё не видела. Ой, какие они милые. Ой, как настоящие. Вау. Вот это я не зря зашла. Ой, а собушки тоже летают. И шары двигаются. Какие они классные. Ой, смотри, там ещё что-то есть. Ой, ну это что-то с чем-то. Так, а этот зарядку делает Мишка. Ой, какой ты прекрасный. Такой. Вот это зимняя сказка. Просто обалдеть. Так, а этот просто отдыхает Мишка. Ой, какой ты тоже забавный. Слушайте, они как живые. Так, это у нас кто? Это енотики? Нет, это не енотики. Это какие-то другие зверя. Ой, тут ещё белочки. Тут можно целый час ходить рассмотрим. Ага. Так, что это у нас тут за банда такая? Лисенькие. Вау. Какие весёлые олени. Так, трубач и скрипач. Какие классные олени. Класснёвские олени. Веселуха. Ну, такого вот расчудесия я ещё не встречала в своей жизни. Прям как в Нью-Йорке где-нибудь. Ух-ух-ух. Очень красиво. Так, вдохновенно птиценьки всякие. Что тут ещё есть? Парабушки, птички. Сейчас приближу фонховину. Вот и какие красивенькие, а. Просто сказочная фантастика. Сколько труда вложено. Вот он столяц. И тут маленькие медведёночки. Двигшись такие. Как настоящие. Как вообще просто... Просто суперздорово. Обалдеть. Вот помните, мы с вами были в торговом центре галереи? Такой вес светящийся. Ну, это тоже ничего, я вам скажу. Мне это тоже очень нравится. А ещё вчера я осознала, какую куртку хочу. Ну, если вдруг я такую встречу, то... Я, может быть, её куплю. Ну, пока так, я хожу, что-то брожу. Да, мне тут определённо нравится. Какой прикольный аппарат с цветами. Цены, конечно, ого-го. 60 рублей. 50. Ну, конечно, красота, красота. Ну, такие сухие цветы. 35, 40. Не знаю, сколько в российских. Ну, 35, вот это... Это примерно 1000 рублей. Так что вот так. Как-то так. Ну, короче, дорого-богато тут. Красиво. Уже подсветка такая всякие магазинчики. Бутики. И прочие прелести этой жизни. О-хо-хо. Так. Прогулялись. На богачество посмотрели. Можно продолжать свой путь. Так. Ну, сначала вздек. А потом... Потом за зубной пастой. С бальзамом.